Новости Дагестана в эфире на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов с коротким анонсом. Три миллиарда на улицу. Проспекты Мамышамиля после реконструкции, возможно, станет современной магистралью города. Махач Курбанов. Яркое будущее на перекрестке культур. Объявлен победитель конкурса по разработке мастер-плана Дербента. Проектируя будущее, в Махачкале прошел второй международный урбанистический форум. Подробности сегодня в выпуске. Правительство Дагестана планирует масштабную реконструкцию самой главной улицы Махачкалы – проспекта имени Имама Шамиля. Об этом сообщает сайт МК в Дагестане. По предварительным подсчетам, власти республики выделят на это 3 миллиарда рублей. Дорожно-ремонтные работы планируют начать уже в следующем году. Пользователи портала Госуслуг в скором времени смогут оформлять все сделки с куплей или продажей недвижимости или иного имущества в электронном виде. Постановление, которое прописывает эту норму, утвердил глава Кабинета министров России Дмитрий Медведев. Подобные сделки будут проводиться путем создания необходимых документов с использованием электронной подписи. Свыше 270 тонн зерна, отгружаемого в Иран, было досмотрено специалистами Россельхознадзора Дагестана всего за 9 месяцев. Ведомство осуществляет регулярный контроль за качеством и безопасностью продукции, экспортируемой в другие регионы и страны через Махачкалинский международный морской торговый порт. Всего было выдано 185 фитосанитарных сертификатов. При проведении карантинного фитосанитарного контроля под карантинной продукцией нарушений международных фитосанитарных требований не выявлено. Благодаря последовательным действиям сотрудников управления удалось обеспечить безопасность зерновой продукции, отгружаемой в страну импортера. Отметим, процесс проверки тщательный и скрупулезный. Изначально экспортное зерно помещают в специальные емкости для хранения, элеваторы. После погрузки на судно отбираются пробы, которые следуют в лабораториях. До отправки партии зерновую продукцию также подвергают так называемой фумигации, которая уничтожает вредителей. Назван победитель конкурса по разработке мастер-плана Дербента. Им стал консорциум под управлением компании «Новая земля». Проект рассматривает Дербент как перекресток культуры эпох, предлагая поэтапное развитие города до 2040 года. Все подробности в сюжете по тематам Ханаповой. Дербент – перекресток культур, где древность встречается с будущим. Под таким лозунгом представили свой проект победители. И это действительно будет так, если все пройдет, как показано в материалах генплана. Давайте разберем по порядку. Набережная. Здесь планируется самая масштабная работа. Она станет главной осью развития города. Вдоль нее разместятся культурные центры и гостиницы, формируя морской фасад города. Изюминкой станет площадь на воде. Зеленые зоны. Удобные улицы с парковой территорией свяжут все городские районы. А зеленые пояса на окраинах ограничат неконтролируемую застройку. Это видение, которое теперь нужно превратить в работающие инструменты, которые соответствуют законодательству, и неформальные инструменты, которые должны работать в городе через работу с сообществом. Чтобы жители приняли это как свое. Чтобы каждый из горожан, из дербенцев, он захотел, чтобы это было реализовано. Если какие-то решения не будут приняты жителями, их надо будет видоизменять. Не оставят без внимания и проблемные сферы города. Рассматривается даже вопрос об освобождении от налогов местных жителей. У местной власти есть возможности, не перебегая к изменению федерального и регионального законодательства, стимулировать жителей через отмену местных налогов. Это первое. Второе, конечно, нужно создавать какой-то некоммерческий фонд, который бы работал с жителями, некоммерческую организацию, работал с жителями Магалов и искал тех, кто готов действительно менять облик своих домов. У нас разный набор решений по каждому из направлений деятельности. Действительно, мы проработали отдельную юридическую часть. У города большие проблемы, которые достались им в наследство, связанные с недвижимостью, с имуществом, с застройкой, с земельными отношениями. Мы разработали блок решений для этой задачи, очень важных, потому что имущественный ресурс у города сильно ограничен. Также проект предполагает возведение двух новых жилых районов – на юге и на севере. Там появятся среднеэтажные застройки и социальная инфраструктура. На севере предлагается создание индустриального парка, в который будут вынесены все промышленные площадки. Сумму реализации точно нельзя сказать, почему объясню. Потому что, например, улица Агасеев, когда мы делали, смету только подсчитывают. Это сметчик должен подсчитать и сказать. То, что озвучивает здесь 700 миллионов, ну это нереально. Сумма будет намного больше. В южной части, где сегодня расположен один из карьеров по добыче камня, победители предлагают создать современный оздоровительный центр. При этом сам объект планируется заполнить подогреваемой морской водой. Это позволит обеспечить круглогодичный купальный сезон. Здесь надо упомянуть важность исторического наследия. Это единственный город на Кавказе, который имеет статус ЮНЕСКО. Мы видим Дирбент центром развития туризма в Дагестане. Сложно сказать, сколько людей он привлечет. Зависит от того, какая будет политическая воля, насколько будут успешны проекты развития. Открытый международный конкурс на разработку мастер-плана Дирбента стартовал 25 июня. Общий призовой фонд конкурса составлял более 14 миллионов рублей. Заявки на конкурс подали 26 участников, в составе которых более 60 компаний из разных стран мира. Но реконструкция ожидает не только Дирбент. О современной архитектуре и развитии комфортной городской среды в Дагестане говорили на втором международном урбанистическом форуме, проектируя будущее. Участие в нем приняли члены правительства, местные и иностранные эксперты в области урбанистики. Дагестан ожидает архитектурная революция. Только для начала стоит решить вопрос с незаконными застройками и правовым статусом территории. Именно этому в данный момент уделяется большое значение, заверил присутствующий Артем Сдунов. По мнению премьера, Дирбент сегодня стал своеобразной отправной точкой. Городом, по примеру которого, в последующем будут развиваться другие муниципалитеты. Прежде всего, правовое поле привели в порядок. Сейчас основные институты работают, но должен быть обязательно пилотный регион, где мы все это опробуем. Катерин Магомедович такую мужественную задачу на себя взял. Потому что сталкиваются сейчас с земельными вопросами. Чтобы все реализовать, что сейчас делают на мастер-плане, об этом говорили много и зарубежные гости. Надо решать земельный вопрос. Собственник. Потому что много несанкционированных застройок. Там какие-то истории. Поэтому мы в пилотном режиме не отработаем. Конечно, будем распространять. Нас ждет Махачкала. Большой проект. Огромный проект. Вы оценки слышали? При всей позитивной оценке того, что мы делаем, они сказали. Здесь, конечно, работы очень много. В случае с Дербентом авторы генплана максимально попытались сочетать традиционную идентичность города с современной индустрией. Старую Махачкалу с архитектурой прошлого также попытаются сохранить. Кроме городов Дагестана свой облик поменяет и периферия. Но и тут все упирается в законодательную базу. Все города, которые есть, состоят из нескольких населенных пунктов и подлегающих небольших населенных пунктов. Таким образом, у нас образуются агломерации городские. И чтобы вовлечь городскую агломерацию в город или развивать его, ее, естественно, нужно тоже нормативно, базово подготовить. Мы выделяем уже несколько таких городских агломераций, которые у нас так или иначе уже сформировались и живут. Естественно, это будет улучшение для периферийных военных в нашей республике. Более 250 волонтеров-медиков будут вести свою деятельность в стенах Республиканской клинической больницы. Это уже третий по счету отряд активистов. Добровольцы будут помогать медицинским работникам ухаживать за пациентами, а также в вопросах организации санитарно-профилактического просвещения населения. Наши ребята, они практически в каждой больнице, в трех больницах они есть. Придя в больницу, в центральную больницу, вы можете подойти, спросить волонтеров. У них специальные бейджики будут, подойти к нему, спросить этих ребят, к кому обратиться и как дальше действовать в больнице, придя в эту больницу. Они помогают в навигации пациентов, кормят их, ставят уколы, капельницы, помогают в больнице, к кому обращаться, к кому врачу обращаться. Полуфинал Дагестанской лиги КВН прошел в Доме дружбы. В игре веселых и находчивых принимали участие команды ведущих вузов и колледжей Республики. Задача перед жюри стоит нелегкая – выбрать самый достойный коллектив, который будет представлять Республику на международном фестивале КВН в Сочи. В очередной раз спонсором юмористического шоу выступила строительная компания «Монолит-05», которая на рынке недвижимости уже более 12 лет. Отметим, компания стабильно поддерживает различные благотворительные акции и молодежные проекты. Все прошло на уровне, потрясающе. Очень приятно, что в очередной раз «Монолит-05» с группой строительных компаний поддержала КВН. До этого они уже поддерживали КВН дагестанский. Также НФЛ, Национальная футбольная лига, они также там являются партнерами и поддерживают футбольную лигу. Также в свое время они «Вечер Нашидов» поддержали. Как я знаю, сейчас в ближайшее время планируют посетить и духовный центр, и там тоже оказать помощь в строительстве. У них есть, я знаю, клуб «Монолит-05», у группы строительной компании «Монолит-05», которая играет в НФЛ. Я им предлагаю, чтобы у них была своя команда еще и в КВН. И тогда полный комплект у них будет. Полуфинал «Дагестанская лига КВН» состоялся. За это большое спасибо всем тем людям, которые организовывают эту игру. Громадное спасибо группе строительных компаний «Монолит-05» и личной Эльмире Потаховой. Благодаря таким людям мы можем хоть как-то наслаждаться творчеством и продвигать его нашим республиканским творчеством, которое не один раз завоевывало самые высшие награды и в странах СНГ, и на самых верхних педесталах Российской Федерации. Этого немножко не хватает в последнее время. В очередной раз я сегодня состояла в составе жюри. КВН очень понравился. Каждая команда проявила себя с лучшей стороны. Мои пожелания всем командам, чтобы они прогрессировали в лучшую сторону. Успехов всем командам. А также мы поддерживаем не только КВН, мы еще поддерживаем футбольный клуб «НФЛ», и у нас есть своя команда. Команда наша называется «Монолит-05». Пользуясь случаем, пожелаю удачи команде «Монолит-05». И на этом у нас все. Оставайтесь на нашем канале, не переключайтесь. Смотрите нас в YouTube, в Instagram. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова